Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю поговорить о стационарном ЦАПе с гибридным предусилителем в футуристическом таком дизайне DILVPOETRE DAC DT1. Похвастаться аппарат может конвертером ESS ES9038Q2M, USB на XMOS XU208, Bluetooth, поддержка APTX HDL, льда кодеков и, конечно же, двумя режимами работы через лампы и без. Ну и никак нельзя упустить целых 2 Вт мощности на 32 ОМ нагрузки, причем это на балансном выходе типа Пентакон. Очень интересный девайс, давайте рассмотрим его поподробнее. Собственно, поехали. Пришел аппарат средний по габаритам картонной коробки с отсылкой на совместный проект AUSHIDA и DILVPOETRE. Сам ЦАП, как указано на наклейке, называется DAC DT1. В комплект нам положили, конечно же, вот такой большой гарантийный талон, подробную инструкцию по эксплуатации с описанием и даже настройкой для плеера FUBOR2000. Неплохой USB кабель от бренда MINT PURE, антенну для Bluetooth, естественно, и переходник вот такой вот с 6.35 на 3.5 мм, а также импульсный блок питания на 12 вольт 3 ампера и, естественно, пульт дистанционного управления. Пульт вполне стандартный, выполнен из матового пластика с удобными такими прорезиненными кнопками. Из функционала на него вынесли отключение звукомод, выбор активного входа двумя разными способами, переключение автоматического перенаправления сигнала или же играть в обе стороны, включение и отключение ламп, регулировку уровня сигнала и отключение экрана. Причем большую часть этих функций, кроме как с пульта, вообще никак не сделаешь, так что он вам еще как понадобится. Корпус девайса выполнен в футуристическом таком дизайне с вырезом для охлаждения и двумя подсвеченными светодиодами-лампами на верхней части, а также четырьмя резиновыми ножками в основании. По входам у нас классический набор из блютуз, с APTX HD и LDAC кодеками USB, оптики и коаксиала. На выходе же имеем классическую линейную RCA пару и два выхода для наушников стандартных 6.35 мм и балансный 4.4 мм пентакон. Последний нот вообще никак не ожидал тут увидеть, да и разброс по мощности очень серьезный. На 6.35 мм мы имеем 500 мВт на 32 ума нагрузки, что тоже неплохо, а с пентакона целых 2 Вт. Оттого по выхлопу хватит даже очень тугим полноразмерным наушникам. На передней части, кроме уже описанной пары выходов на наушники, мы имеем олдскульный монохромный дисплей и три кнопки управления. Долгое нажатие на верхнюю включает и отключает устройство, короткое переключает входы, а двойное позволяет выбрать, как сигнал пойдет на выход. То есть будет ли он переключаться автоматически или колпачить сразу в оба направления, то есть на наушники и на RCA. Две оставшиеся кнопки отвечают за управление громкостью и переключение вот этих описанных параметров вывода. Все остальное, как я уже говорил, делать придется именно с пульта. Да, соглашусь, не всегда это удобно, но вот так вот реализовано. Экран отображает активный вход, качество цифрового потока и громкость как цифра, так и прогресс баром. Значения меняются от 0 до 99. Для наушников и линейного выхода громкость регулируется здесь отдельно. Под эту функцию даже выделена какая-то специальная память. При работе аппарат заметно так нагревается, место на столе особо не занимает, да и выглядит на мой вкус очень круто. При работе с отключенными лампами фон у ЦАПа абсолютно чистый. Если же лампы включить, то появляется приятное аналоговое шипение, но то, наверное, чисто для ценителей. Разобрать данный девайс, наверное, можно, но винтов тут накручено столько, что просто диву даешься. Хотя ловить внутри абсолютно нечего. Никаких сменных элементов там не предусмотрено. Только конвертер ESS ES9038Q2M, USB на чипе XMOS XU208 и блютуз на CSR8675 с поддержкой PtX HD и LDAC кодеков. Из усилителей же нас решили побаловать H6 OP 1656 и на выходе двумя TPA 6120A2. Больше ничего интересного там нет. Алгоритм работы здесь просто лаконичен. Подключаем к RSE усилитель или активную акустику в 6.35 мм или 4.4 мм свои любимые наушники, а на вход источник, от которого мы собираемся получать сигнал. USB, оптика, коаксиал. Для включения необходимо сначала зажать верхнюю кнопку, затем выбрать активный вход, установить выход, отрегулировать уровень и все, пора наслаждаться любимой музыкой. Ах да, по вкусу еще можно добавить влияние ламп. Мне лично больше понравилось слушать именно с ними. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически, готовый к работе посредством WASAPI драйверов. Для более тонкой же настройки и поддержки ASIO с сайта можно скачать соответствующие драйверы. Они не очень свежие, поэтому возможности разрешения в настройках Windows сужаются до 24 бит 384 кГц. Драйвер, что подставился изначально, давал мне еще 32-битные варианты. Со смартфоном девайс тоже прекрасно работает, причем на всех существующих приложениях и играх. Через системный микшер и в обход его так называемый BitPerfect режим, позволяющий получить максимально возможное качество сигнала. Посредством Bluetooth на герой обзора также можно передавать сигнал. Вот антенка. Ну, например, со смартфона. Функция эта действительно удобная, однако лучшего качества от САПа можно добиться только по проводам. И хотя тут поддерживаются самые актуальные на сегодня кодеки в лице APTX HD и LDAC, упрощение все равно чувствуется. Хотя вот как для фона поставить, ну почему бы и нет. Замеры здесь, друзья, стоит разделить на две равные группы. С отключением лампами и с включенными. В первом случае все просто отлично. Легкое ослабление на 0,3 дБ на 20 кГц, прекрасный уровень шумов, динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 112 дБ, причем как гармонические, так и интермодуляционные. В общем, без лампы у нас оценка отлично, а это как для бренда от DILV Poetry, ну просто невероятно круто. Далее включаем лампы, после чего АЧХ имеет ослабление на 0,5 дБ уже с обоих концов. Шумы и динамический диапазон все так же прекрасны. А в гармонических искажениях появляется хорошо выраженная первая гармоника, почему-то только одна. Интермодуляционные же дают куда более внушительный лес, действительно характерный для лампового звука. Общая оценка здесь очень хорошо и это наводит нас на логичную мысль, что лампы тут стоят на предусилении, хотя это и так очевидно в ключе заявленных операционников. Из удивительного, извлечение ламп полностью отключает канал, однако тот самый фоновый шум при этом остается, что несколько меня озадачивает. В звучании мы имеем приятный ламповый окрас и еле такой слышный фон. При этом выразительность здорово возрастает, да и вообще материал раскрывается на мой взгляд на все 100%. Очень приятно, сочно и насыщенно. Вот прямо душа поет. Отключаем лампу и звук, хотя и становится заметно чище, детальнее, но как-то с сушей, не так объемно и глубоко. Хотя, что удивительно, легкое такое аналоговое смягчение сохраняется в любом из имеющихся режимов работы. В плане проработки оркестра DAC-DT1 ближе все-таки к LOG-GD30, чем к топпинг DX3 Pro+. Вокал, конечно, хорошо выделяется из трека, однако пространство сцены не сильно уходит в глубину. Впрочем, восприятию оркестровой музыки это нисколько не мешает, просто нет того эффекта протяженности и четкого разделения на слои. Подобно LOG-G, в DILF Poetry мы имеем ярко выраженный передний план и аккомпанемент, в котором уже умещаются инструменты второго и третьего плана, разделяясь в основном по уровню громкости. А как мы знаем, именно такое положение лучше всего соответствует правильной передаче тяжелой музыки и хорошо скомпрессированной электроники. Хотя для всех остальных жанров каких-либо ощутимых ограничений я, друзья, тоже не вижу. Если, конечно, сравнивать с топпинг DX3 Pro+, то последний более атмосферный, однако, например, с дедкором более корректно поведет себя именно DAC-DT1, как и с рядом других не очень перегруженных количеством инструментов жанров. Так что, как ни крути, а герой обзора более жанрово универсален по сравнению с тем же DX3 Pro+. По наушникам выходной мощности в 2 Вт на 32 Ома нагрузки с балансного выхода хватит абсолютно всем. Причем даже я, как фанат внутриканальных решений, не испытал ни малейшего неудобства. То есть все хорошо заточено сразу на все существующие варианты, что нельзя не отметить в положительном ключе. Принимая во внимание стоимость аппарата, для тестирования я использовал по большей части техничные наушники Moondrop Kato, синергия с которыми была ну просто фантастическая. Куда более пространственные KBR Aurora здесь не находят нужного отклика, отчего на фоне Kato звучат не так эффектно. В любом случае бас тут довольно глубокий, текстурный, с легким почти бархатным смягчением, а серединка теплая, насыщенная и очень мелодичная. Слушать такое реально приятно, верха не сильно беспокоящие, я бы даже сказал мягкие и чуть притушенные. Так что мы не имеем какой-то усиленной яркости или вычурной резкости. Особого уклона в микронюансы здесь тоже нет, несмотря на то, включены лампы или выключены, все звучит мягко, тепло и очень музыкально. Это, конечно, далеко не уровень из MSL-S8s, но вот Logji аппарат действительно способен составить конкуренцию, а вспоминая сколько здесь всяких полезных мелочей, выбор становится совсем неочевидным, даже скорее с уклоном в сторону DILF Poetry. Поскольку, когда вам надоест чистая цифровая подача, одним кликом пульта можно привнести в звук сочности, массы, дополнительной выразительности и глубины. Да так, что становится не просто интересно, а реально круто и уровень при этом значительно подрастает. Суммарно, стационарный ЦАП с усилителем для наушников DILF Poetry DAG DT1 наделен просто кучей разнообразных интересных особенностей. Удобно, что здесь, например, можно отключить экран, послать выходной сигнал сразу на все выходы или же отдать это на откуп автоматики. Ну и как особая фишечка можно включить и отключить лампы. Гореть-то они будут в любом случае, но в звучании участвуют лишь при активации соответствующего режима. К тому же аппарат имеет все необходимые входы и выходы, в том числе, кстати, Bluetooth, AptXHD и LDAC кодеками. Ну и не забываем о двух ваттах мощности на 32 ома нагрузки с балансного выхода для наушников. На мой взгляд, это вообще киллер-фишка модели. Выглядит аппарат очень достойно, приятно светит лампами, имеет просто великолепного качества измерения, да и звучит так по-аналоговому мягко, сочно и мелодично. Если же включить режим ламп, то звук наполнит дополнительный объем, глубина и насыщенность, от чего станет, ну, чуть ли не уровнем выше. В общем, очень любопытный ЦАП получился у Dilf Poetry. За время прослушивания я получил просто массу удовольствия, а лампа прямо добавляет к звучанию магнетизма. Очень интересное и законченное решение, где нет, на мой взгляд, вообще ничего лишнего. А в Черную пятницу на него, кстати, будет очень жирная скидка, да плюс со всякими купонами и промокодами, обратите на это внимание. На этом же у меня все. Это был стационарный ЦАП Dilf Poetry Dac DT1. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.